22 миллиарда рублей направят в этом году на улучшение качества жизни южноуральцев. На эти деньги создадут больше тысячи мест в детсадах для малышей от 3 до 7 лет, построят две школы почти на 2 тысячи учеников. Новые квартиры получат около 12 тысяч человек. Такие социальные обязательства Борис Дубровский представил полпреду президента ВУРФО Игорю Халманских. Он находится с рабочим визитом в Челябинске. Также Борис Дубровский заявляет, регион выполнил все социальные обязательства в прошлом году. Дефицит сведен к минимуму. Поступления в консолидированный бюджет выросли на 6% и составили свыше 150 миллиардов рублей. На 8% выросли собственные доходы области. Говорят и о судьбе предприятия Уфалей Никель. Но завод привлекут инвесторов. Власти Верхнего Уфалея формируют заявку на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития. Большая работа предстоит и в рамках года экологии. В области уже сформирован план мероприятий. В ближайшее время документы вынесут на обсуждение экспертов и общественников. После встречи ТЭТ-АТЭТ Борис Дубровский и Игорь Халманский встретились с южноуральскими силовиками. В 2019 году число правонарушений, выявленных при помощи системы видеофиксации аппаратного комплекса безопасный город, составило 1 113 349 штук. Было расслаблено 95 преступлений. Аварийность на участках автодорог, прикрытых под видеокамерами, пока снизилась на 150%. В текущем году правительство области продолжит развивать подпукав безопасный город. Знаете, цели в областном бюджете заложено 418 миллионов рублей. А в области почти на 9% сократилось количество преступлений, в том числе среди несовершеннолетних. Эту положительную тенденцию отметил Игорь Халманский. Наш регион единственный в Уральском округе по объему уничтоженных наркотиков почти 60 килограммов. Продолжение следует...